Библейский портал экзегет.ру представляет 23 глава книги чисел, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. Но 22 у нас было такое язычество в полный рост, причем почтенное язычество. Пророк Влаам, который разговаривает по ночам с Богом, как с приятелем своим. Возможно, не с единым Богом, а с каким-то Богом, который ему открывает пророчество, как он, по крайней мере, об этом думает. Ослицы, которые разговаривают с Влаамом, как Влаам разговаривает с Богом, так запросто между нами. Вот такой мир духов, животных, людей, которые еще не разделены, такой очень синкретический, как это называется, мир. Это чисто языческое мировоззрение. Вот язычник Влаам приходит проклинать Израиль, потому что Израиль неудобный народ для моавитян. Ему сделали заказ, ему предоплату внесли, судя по всему. Ну и давай действуй, проклинай, профессиональный проклинатель. Влаам сказал Балаку, заказчику, муавскому царю. Воздвигни здесь для меня семь жертвенников. Приготовили жертвоприношение семь быков и семь баранов. Ну то есть колоссальная жертва, потому что в языческой картине мира пробить канал связи можно с помощью мощных жертвоприношений. Как там, мобильника недостаточная, нужна там спутниковая радиостанция с огромной антенной параболической. Вот чтобы туда прямо дошло все. Балак сделал, как сказал ему Влаам. На каждом жертвеннике Балак и Влаам принесли в жертву по быку и по барану. И Влаам сказал Балаку, стой рядом с принесенными тобой жертвами всесожжения. А я отойду, может быть, Господь выйдет мне навстречу, что он откроет меня, то и возвещу тебе. То есть ты вот при этих жертвах находись, вот это твое, да, вот материальные всякие взносы, которые ты делаешь, чтобы добиться исполнения своего желания. А мне Господь говорит, вот как выйдет, я не знаю. Хотя он уже, в принципе, знает, как выйдет, потому что ему заранее объяснили это. Он отошел на голый холм, на голый холм, да, то есть Богу не нужно, чтобы была там груда этих жертвоприношений. Он и так может говорить. Это человеку больше нужно жертвоприносить. И там встретил его Бог. Влаам сказал ему, семь жертвенников я воздвиг, на каждом принес жертву по быку и по барану. Это неважно. Господь вложил слова в уставы Влаама. «Возвращайся к Балаку и возвести ему это, сказал он Влаама». Ну, то есть, типа, он говорит, смотри, вообще-то от Балака там прошел платеж, да, от Балака, простите, прошел платеж. Господи, ты как, ты будешь заказ исполнять? Тот говорит, что я скажу, то ты ему и передашь, что ты сделаешь. Это не так работает. Влаам вернулся к Балаку. Тот вместе со всеми вельможами Муава стоял возле принесенных им жертвы сожжения. Ну, и ждал, что все будет, как он хочет. «И возвестил Влаам слово свое. Из страны Арамеев привел меня Балак, царь Муава привел меня с восточных гор». Ну, надо же обратить внимание на того, кто тебя пригласил, да, невежливо как-то его игнорировать. «Приди, по просьбе моей проклини Якова, приди и наведи проклятие на Израиль». Ну, он осознает, зачем его позвали, да. «Как могу я проклясть?» Не проклинает его Бог. «Как проклятие я наведу?» «Господь проклятие не наводит. Со скалистых вершин я вижу его, с холмов я на него смотрю. Вижу народ, что живет, нетревожимый никем, не причисляет себя к числу народов». Ну, то есть он не такой, как все, да. Вот все народы как-то по-своему, а этот по-другому. Людей Якова считать все равно, что песок. Израильтян пересчитывать все равно, что пыль. Кончиной праведника, да будет кончина моя, мое потомство, да будет таким, как этот народ. Ну, то есть до смерти я не хочу оказаться лжецом. Пусть я умру, как праведный человек, сознающий, что я не лгал. «Что ты делаешь со мной?» – спросил Балак Валаама. «Я позвал тебя проклясть моих врагов, а ты благословляешь их». Влаам ответил, что Господь вложил мою статую, я и должен сказать точность. Балак сказал, «Пойдем со мной в другое место. Оттуда ты увидишь их, но только самый край их стана, а не всех. Проклини их оттуда, выполни мою просьбу». Он повел его на поле дозорных, что вершины Фазгей построил, там семь жертвенников, и на каждом принес жертву по быку и по барану. Может быть, это место такое проклятое, да. Благословенное место, ему нужно, наоборот, проклятое. Может быть, в другом месте сработает языческое такое сознание, да. Вот есть удачные дни, неудачные, есть места, счастливые, несчастливые. Надо потереть там нос собаки на площади революции. В метро в Москве есть такое поверье, и все будет хорошо. Вот надо найти какую-то зацепку в материальном мире, и тогда выполнится желание. Это так думает Балак. Валаам сказал Балаку, «Стой здесь, рядом с принесенными тобой жертвами всесожжения, а я пойду туда навстречу к нему». И встретил Господь Валаама и вложил слова в его уста. «Возвращайся к Балаку и возвести ему это», — сказал он Валааму. Ну, все то же самое. Валаам вернулся к Балаку, тот стоял возле принесенных им жертв всесожжения, а рядом с ним стояли вельможи Муава. Балак спросил, «Что сказал Господь?» И возвестил Валаам слово своем, «Станя, слушай, Балак, внимай мне, цепоров сын. Бог не человек, не солжет, никак люди он не передумает. Неужели, скажет он и не сделает, пообещает и не выполнит? Я был избран, чтобы благословить. Благословил он и не мне отменять. Нет, не видно у Иакова беды, у Израиля несчастья не видно. С этим народом его Бог, Господь, они приветствуют его как царя». Обратим внимание, что беда и несчастье — это как раз видны во всех предыдущих главах. Там без конца что-то они ропщут против Бога, и тот насылает на них то мор, то змей, то пожар у них горит. Но это действия Бога. А вот так, чтобы извне на них что-то свалилось, и Господь не защитил, такого не было и не будет, говорит Валаам. Вот к вопросу о том, хорошо ли верить в Бога, что это дает. Защиту от неприятностей не совсем, но неприятности — это часть твоих отношений с Богом, а не случай, не порча. Вот, собственно, основываясь на этом, можно сказать, если ты веришь в единого Бога, никакую порчу на тебя никто не наведет. «С этим народом его Бог Господь, они приветствуют его как царя. У Бога, что вывел их из Египта, мощь, как рога дикого быка. Не сыскать против Иакова гадания, предсказания не сыскать против Израиля». Так говорят об Иакове Израиля. Иаков и Израиль — два имени, одного народа. «Смотри, что делает Бог. Словно лев встает этот народ, словно лев вздымается он. Не успокоится, пока не успокоится добыча, не вкусив и не насытившись кровью убитых». Кстати, предупреждение моавитянам, что вы не очень-то против него. Выступайте, может, все плохо кончится. После этого Балак сказал Валааму, давай ты не будешь ни проклинать их, ни благословлять. То есть, хорошо, нейтральный вариант. Но Валаам ответил Балаку, разве я тебе не говорил, что будут делать все, что скажет мне Господь? Вот замечательный совершенно вариант, который я очень люблю. Хочется, чтобы Бог делал все по нашему заказу. А настоящий пророк делает то, что действительно Бог от него ждет. И в дальнейшем в пророческих книгах мы не раз будем встречаться с этим. Есть заказ государственный, социальный, общественный, какой угодно. Заказ всегда выглядит более-менее одинаково. «Благослови нас, прокляни наших врагов». А пророк делает то, что ему Господь говорит. И чаще всего это ровно наоборот, только не прокляйся о предупреждении. Здесь же он не проклинает моавитянам. Он говорит, смотри, вот этот народ, он лев, который не успокоится, не вкусив добычи. Поэтому давайте вы будете его уважать, побаиваться и не трогать. Вот, собственно, потом пророки тоже будут говорить очень многие вещи, которые неприятно слышат. Приятно слышат, да, вы самые крутые, вы всех победите, всех убьете, всех завоюете. А вот не выходит. Ну, ладно, что делать? У Балаку уже вариантов особых нет. Процесс продолжается. Он уже не может свернуть с выбранного пути. Балак сказал ему, отведу тебя в другое место. Может быть, Богу будет угодно, чтобы ты выполнил мою просьбу и проклял их оттуда. Начинает доходить. Не я тебя заплатил, прокляни. А может быть, Богу будет угодно их проклясть. Может быть, вдруг. И Балак отвел Валаама на вершину Пеора, что возвышается над пустыней. Валаам сказал Балаку, воздвигни здесь для меня семь жертвенников. Приготовили жертвоприношение семь быков и семь баранов. Балак сделал, как сказал ему Валаама, на каждом жертвеннике принес жертву по быку и по барану. Ну, снова та же самая история. В 24 главе она продолжится, но вполне понятно, как именно.